Девушки отдыхают Здравствуйте! Что, вино пьете, да? Естественно, пожалуйста. А я как раз к вам за вином. Пожалуйста. Смотрите, у меня, значит, не очень большой бюджет. Не очень большой. Но нужно выбрать хорошее вино. Я вам дам сначала попробовать все вино, а потом... Все? А я как вообще, потом нормально себя буду чувствовать? Абсолютно. Мы обожаем спаивать женщин. Это во-первых. Теперь понятно, кто автор этих смешных вывесок. Первое. Это у нас Сагерис Соликаури. Это очень редкое вино. Западное, друзья. Видите, все бутылки даже номерные. Поняли, да? Номерная бутылочка. Номер есть. Вино редкое. Хорошая. Легкая. Цветочная. Не кислит. Приятно растворяется во рту. Нравится. Сколько стоит вот такой вот? 11. 11? Где-то 11-12. 11-12 долларов. Представляете? А это считается уже премиум. А считается, что премиум класс. Я вообще по адресу, мне кажется, пришла. У нас акция каждый день. Мы акционеры. Прикольный мужчина. Вкусное вино наливает. В винных делах просвещает. Ну, это была европейская технология. Сейчас мы попробуем вино по грузинской технологии. В чем разница? Европейцы выжимают сок из винограда, жмыху убирают, потом сок бродит и превращается в вино. Грузины на жмыхе сок оставляют. И вино получается более станинным, более вязким, более терпким и более интересным. То есть, если вино чуть более насыщенного цвета, это значит грузинское вино? А это грузинское. Потому что жмых там. Грузины называют это вино янтарным. А ну-ка. Знаете, действительно, оно тоже легкое. Но легкое. Но запах более ярко выраженный. Как будто этот мужчина точно знает, что мне нравится. Ох уж эти грузины. А этикетку нарисовал. Очень нравится этикетка. Девятилетный сын этого фермера. Серьезно. И, по-моему, сделал всех дизайнеров. Вот сто процентов. Ну, сейчас вы попробуйте вместе со мной, потому что я никогда не отказываюсь. Я даже не знаю, я работаю лучше, моя или ваша, честное слово. А, кстати, у грузин для каждого сорта вина есть своя миссия. Это тяжелая категория. Под шашлык. Хоть это красное вино, но здесь его называют черным. Ой, оно действительно очень темного цвета. Очень темное, да. Ой. Действительно терпкая. Вот это... И сразу захотелось, знаете, шашлычком закусить. А дальше было полусладкое без сахара. Для тех, кто на диете. Ну, на здоровье. Здоровье. Сладкое для посиделок с подружками. Я знал, что вам понравится. Я люблю послаще. Вино, под которое хочется петь. Вишня, вишня, зимняя вишня. Мне кажется, полбюджета оставлю в этом магазине. И представляете, в Грузии есть даже отдельное вино для свиданий. Это вариант, когда... Когда? Романтик вечер. Мои друзья это называют контрольный выстрел. Это действительно контрольный выстрел. А я о чем? Вкус такой, вот прям терпкий и страстный. Значит, если я пойду на свидание с Грузией, и он принесет вот это вино, я скажу, ага. Вот что ты задумал, милый, да? Запросто. Он тоже самое и задумал, но с этим вином хотя бы покультурнее это у него вышло. И как невозможно остановить ветер в поле, так же нельзя заставить Грузина не угощать. Сейчас попробуем чачу. В этой чаче 65 градусов. И у нее выдержка 9 лет. Ооо. Это где-то коньяком, между коньяком и висней. Ааа. Сейчас первые градусы выветрятся. Ага. Остается послевкусие идеально. У меня аж слезы на глазах просто. Обожаю слезы на глазах. И хорошо, что дегустировала я с владельцем магазина, ибо чачу он мне решил просто так подарить. Даже с подписью. Шикарно. Но еще мне нужно купить вино. Все-таки купить. Давайте. Скажите мне, сухой или полусладкой? Давайте все-таки полусладкой, потому что я девочка. Чтобы было я знаю... Ух ты, как красиво выглядит. Это лучшее белое полусладкое, что произойдет сейчас в Грузии. И оно, правда, супер. Супер. Я, честно, доверяю этому вашему вкусу. Красивое вино для свиданий, для романтических вечеров. Ну и просто для, знаете, приятного летнего вечера. Может и не летнего. Это как пойдет. Как пойдет. Беру.